Добрый день, программа «Персонально ваш» на «Ехе Москвы» в Оренбурге, у микрофона Ирина Левина. И сегодня персонально ваш главный редактор и директор телеканала «Орин ТВ» Аркадий Пронин. Здравствуйте, Аркадий Михайлович. Добрый день, Ирина. Хорошо, давайте поговорим о необычном, о весёлом, я бы даже сказала. Ну, я это воспринимаю всё-таки как нечто весёлое. Я говорю сейчас о том видео, которое появилось несколько дней уже теперь тому назад на видеохостинге YouTube, из-за которого в итоге, вот, казалось бы, из-за такой безобидной, милой, забавной шутки уволили, освободили от занимаемых должностей министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области и всех его заместителей в количестве три штуки. Слишком ли сурово такое решение губернатора в связи вот с таким, я даже не могу это проступком назвать, а с таким поведением, с таким губернистическим подходом к жизни? Ну, честно говоря, это, конечно, не несколько дней, ещё двух суток нет, да, как ролик там посмотрели, я был, наверное, в числе 10-го, который посмотрел этот ролик, да, на... Значит, на вас было направлено, наверное, в числе первых, наверное, да. Так вот, ну, и, безусловно, шоу. Вообще, всё, что связано, там, последние годы, последние, там, лет 25 с Виктором Петровичем Танких, на мой взгляд, это шоу. Во-первых, он сам очень весёлый человек, шоумен, в своё время, когда он работал, там, первым заместителем главы города Оренбурга, у нас журналисты в редакции утром, если их направляли на аппаратные, да, которые будут проводить Танких, они просто всервались, потому что действительно было шоу. Он под камеры, Виктор Петрович мог сказать такое, что всегда считался журналистской удачей. Вот, и я думаю, что когда он пришёл работать, да, после того, как Мещеряков поменял команду, вот, и когда он пришёл работать в управлении, в будущее, под него создано Министерство лесного и охотничьего хозяйства, я думаю, что он привнёс и туда, вот, все свои, там, возможности, это шоумен, вот. Ну, и, естественно, к тому, что вчера происходило, иначе как к шоу, да, нельзя относиться. Вы что к шоу относитесь? Действия губернатора или тот ажиотаж вокруг этого видео? Я думаю, что шоу, да, это многогранное, да, были его организаторы этого шоу, были участники, были соучастники этого шоу, да. Можно по-разному относиться к тому, что произошло, но, конечно, знаете, как по Габриловичу, то есть, вот, отложенный конец этого шоу, а вот думаешь, ну, всё уже завершилось, да, а ещё шоу продолжается, я думаю, шоу ещё будет продолжаться. Вы вспомните, да, он ушёл в мозгу, он вот этот мозг, он будет ещё, на мой взгляд, иметь своё продолжение. Совершенно, вот мы на сегодняшний, там, момент с тобой даже не можем представить, каким образом это дальше будет трансформироваться. Почему? Ну, потому что, я думаю, что для Виктора Петровича Танки, который недавно свой, там, 69-й день рождения отметил, да, уйти, да, уйти пострадавшим из-за своих актёрских, там, режиссёрских способностей, да, и уйти как актёру, там, да, на заслуженный отдых, был бы совершенно глупо, да, там, активную свою жизнь завершать, просто глупо, да, а он пострадал из искусства. Понятно, что там эти ребята, там его заместители здесь ни при чём, ну, вот он пострадал. То есть, фарст-то ведь ещё и в том, что это Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области единственное, да, в ранге министерства, профильное ведомство в нашем регионе, вообще во всей России, только-только в Оренбург, в Оренбургской области, да, есть это министерство, там, везде там департаменты, да бог не там, в Степном крае, да, Министерство лесов, вот. Оно же сотрясаемо скандалами, ну, последние, там, 4-5-6 лет во всём. Но, тем не менее, смотрите, Ирина обвиняли. И вы не были скандалы, увольняют после видеоролика. Увольняют, то есть, ещё раз, увольняют не по результатам работы, не за очковтирательство, которым обвиняли танких, да, на протяжении многих лет, там, с этим миллионом 2, 3, 4, с лесами победы, да, с лесами победы, не за уголовные дела, которые заводили на заместителей, на сотрудников, на чёртовские, там, проверки, по результатам работы, там, из 28 лесхозов, там, осталось, по-моему, вдвое меньше, там, 12 или 15. То есть, не результаты работы, по которым губернатор мог сказать, ну, всё, парень, давай, или уходи сам, или я... А вдруг из-за искусства, из-за фильма. То есть, если бы было опубликовано, неважно, там, в сети, в СМИ, там, на телевидении, или где-то ролик, там, губернатору принесли, где скрытой камерой какое-то откровение, там, да, или шалость, там, у министра, или у причинных за... Я это ещё понимаю. Но когда постановочные, да, когда я это увидел ещё, думаю, да, я видел их много, да, в том числе и в авторстве Виктор Китровича. До того, да. Ну, это же... Вы думали, когда-нибудь, что это приведёт когда-нибудь к увольнению? Нет, это искусство, да, Ирин? Это хорошая актёрская игра. Мы увидели, что это постановочные кадры, видим какие-то были дубли. То есть, губернатор не прав, что после такого резонанса от нарезки из этих видео принял решение об увольнении. Ну, опубликовали в сети. Да. Начали смотреть. Стало быстро набирать просмотры. Да, ради бога, набирать просмотры. Что? Что было такого вот там в этом ролике, что дискредитировало правительство. Не знаю, что-то нашёл губернатор. Это надо спрашивать. То есть, не прав он всё-таки. Я не знаю, прав или не прав. Нет, я прошу вас дать оценку всё-таки, а вы уходите от этого. Нет, ещё раз говорю, меня позабавила даже реплика, которую приписывают. Я не видел там в эфире, но прочитал в интернете, что якобы там губернатор сказал, что этим ребятам там надо премию Дарвина. Да, на статье правительства это опубликовано. Да, и меня это, конечно, позабавило, потому что, насколько я помню, премия Дарвина вручается, это виртуальная премия, вручается погибшим глупой смертью людям или глупости, не имеющим детей, и тем самым генофонд планеты, улучшающий именно из-за своей глупости. То есть, в данном случае это что? Губернатор там виртуально дал понять, что эти люди, эти дураки, да, и вот эти дебилы, они теперь не в его команде, он их увольняет, но таким образом, как воспринимать сегодняшнюю работу одного из уволенных вчера заместителей. Насколько я понимаю, один из, по-моему, добровидов, он сегодня приступил к своим, вернее, продолжил свою обязанность в ранге исполняющего обязанности. Ну, должен доказать теперь. Он, кстати, не снимался в этих видео, мы вчера с ним по телефону разговаривали. Да, Бог, не снимался, не снимался. Да там хорошее видео, прекрасные актеры. Пусть они участвуют в логатаре по спектаклю. Правильно я понимаю, что вы не считаете, что нужно на чиновников налагать какие-то дополнительные меры ответственности за их поведение, за их моральный облик? Что им нужно как-то понизировать, думать, как шутить и какие ролики снимать в том числе. Понятно, что мы сейчас все, условно все, да, любой на планете нельзя под колпаком. То есть можно записать разговор, можно его смонтировать. Это всегда, вернее, сейчас это всё настолько может выстрелить. Но представь, что если бы, например, да, эти ролики были опубликованы там 3, 5, 10 лет назад, да, может быть, и не было совершенно никакой реакции. Но вспомни фильм «Бергады», там весьма неплохие были там сравнения. Никакого эффекта. А здесь вдруг, ещё раз говорю, на художественный или псевдо-художественный ролик такая реакция. Я вот, честно говоря, не понимаю. То есть вы считаете нормальным, когда чиновники сами высмеивают те стереотипы, которые о них есть в обществе, и с которыми они вроде как должны бороться? Это претензии на искусство. Нет, это не претензии на искусство. Это сатира. Это сарказм. Подождите, Аркадий Михайлович. Это корпоративная культура. Виктор Танких и три его заместителя, и все остальные сотрудники, которые есть на этом видео, они не артисты Большого театра, и даже не артисты драматического или татарского театра в Оренбургской области, и не театра на социальной комедии. Давайте про татарской Ирины. Но они чиновники. Они артисты. Они сотрудники Министерства лесного охотничьего хозяйства. Я представляю. Тогда что они делают в Министерстве? Тогда просто идут в артисты. В своё время, да, я был одним из участников в качестве артиста, да, благотворительного там проекта, спектакля. Я считаю, нужно к этому вернуться, и первый состав, и второй состав разобрать на предмет того, а насколько было морально и морально вообще выходить на сцену чиновникам. Там были там губернаторы. И были споры на эту тему, вы наверняка помните, и всегда это вызывало разные точки зрения. После вчерашнего увольнения я считаю, что нужно вернуться и рассмотреть вопрос о целесообразности нахождения на госслужбе, на муниципальной службе тех людей, которые собирали деньги, собирали полный зал в москомедии. Давайте, я считаю, что это именно будет трендом. Но вы ведь были в спектаклях, которые говорили о добром, вечном, о прекрасном, о замечательном. А здесь что по-моему было? Выреженные куски. А здесь люди делают вид, что они достают деньги на свою игру в карты из мешка с надписью «Бюджет». Вам кажется это смешным? Ребята, ребята, нельзя смеяться, вернее, с собой можно смеяться, но нельзя смеяться над тем, что люди пытаются, пытаются играть в искусство. На мой взгляд, у них это очень хорошо получается. Это не говорит об их моральном облике и о том, как они относятся к своей работе, чиновникам? Это говорит о том, что они умеют перевоплощаться. И если Виктор Петрович Танких, будучи руководителем Минлоха, как написали, да, аббревиатуру, Минлоха умудрился привлечь людей, может заставить, а может просто привлечь, и раскрыл их творческие способности, как он это делал в городской администрации, да? Я помню эти ролики, которые я видел. То есть они тоже где-то хранятся еще? Ну, конечно, хранятся. Сейчас хранится все, да, в интернете есть все. Надо ему памятник ставить, а не увольнять. Может быть, его на место Евгения Валерьевна Шевченко? Ну, я думаю, Евгения Валерьевна на своем месте, да, но директором театров вполне он может стать. Вспомните опыт Флейшера, который тоже в пожилом возрасте, один или другой театр. Я вспомнил, Ирин, другую вещь, она мне кажется такая параллельная, да. Лет 10 назад, лет 12, начествование журналистов, как это полагается, после Дня печати, после того, как губернатор, ну, там, иерархица своеобразная есть, да, это был еще Чернышов, Мещеряков вручал премии городским журналистам, награждал и нас в том числе, и мне говорят, так, ну, слушай, ты вот свою Баеву, там, Галя Баева у нас работает, свою Баеву уволь. И он сказал, что ты серьезно? Не, ну, гадость всякую про меня говорит. Уволь ее, уволь. Премии, естественно, дают. А Галя делала с Глебом Поляковым шикарную, на мой взгляд, реплику, там, после новостей, высказала свои отношения, это меня, естественно, позабавило, так как этих журналистов, которых, помнил мэр, не было в списке награждаемых, я пришел и своей властью директорской, да, премию дал, там, в несколько раз большую, нежели городская премия, только потому, что мэр меня заставлял уволить этого человека, значит, она на своем месте делает очень хорошо. То же самое и здесь. До губернатора, кстати, слушай, Танки, я не знаю, как он обращается, Виктор или Петрович, слушай, Петрович, ну ты молодец, вот ты давай там что-нибудь, сооруди в театре, или давай, вот у нас Иван Бровкин должен был сниматься, да, вот ты вот на место Пуговкина, вот я бы, я бы вот поаплодировал за такое решение, а вот такое увольнение, оно у меня вызывает смех. Но еще раз говорю, мы увидим продолжение этой истории. Хорошо, мы зафиксировали ваш прогноз, вы отметили, что, ну, по крайней мере, по вашему мнению, или существует такая версия, что Министерство лесного и охотничьего хозяйства создавалось для Виктора Танких. Сейчас, когда Виктора Танких убрали с должности министра в этом министерстве, какова дальнейшая судьба, может быть, этого министерства? Есть ли прогноз у вас, что не так уж долго и этой структуре осталось жить в голосном повестке? Прогноз. Разговоры о том, что это министерство должно быть ликвидировано, идут давным-давно, да. С первого дня создания. Ну, не с первого дня создания. За второго. Да, после того, как эти министерства были ликвидированы в других там регионах, в том числе даже в республиках, да, которые там по статусу вроде выше, почистят население там и прочее, 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 да. У меня есть копия письма на имя Берга, да, где решение правительства, председателя правительства должно было быть исполнено Бергом. И Берга письмо о том, чтобы продлить там возможность работать региональным вот этому ведомству в ранге министерства, да. Это абсолютно точно, что оно будет реорганизовано. Вопрос, когда? Да, то есть, ну, я думаю, что месяц-другой, и это все обратно уйдет там в Минсельхоз и прочее, прочее. Не зря и его назначили, да, зам из Министерства сельского хозяйства. Ну, да, бывший прокурор города. Более того, я бы сейчас вот, скажем, на месте тех людей, которые ратовали за то, чтобы навести порядок, да, условно, там, депутат Фролов, вот на месте Владимира Ивановича там выступил сейчас с публичным заявлением с требованием от губернатора разогнать действующее министерство. То есть, время-то, ну, подходящее. Я не знаю, почему у нас там тоже самое Катасонов, Фролов, Новик, Фамелин, все это тихо, как бы, вот эту политически выгодную для них ситуацию, да, с уходом министра танков не использовать. Ну, это их, они же политика, мы что-то наблюдаем. Мы не участники, мы зрители этого шоу. Мы зрители процесса, да.